Денис Батчаев В память о Денисе Батчаеве на фасаде школы номер 18, где он учился, открыли сегодня мемориальную доску. Денис родился в Артеме. Закончил школу, отслужил в рядах вооруженных сил, после армии продолжил службу в полиции, а затем поступил в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. Он всегда был верен воинской присяге, с честью и достоинством выполнял служебные обязанности, поэтому и отправился добровольцам в зону проведения специальной военной операции, защищать жителей Донецкой и Луганской республик и свободу своей родины. На торжественный митинг в память о Денисе Батчаеве собрались его родные, школьные учителя, друзья и сослуживцы, а также представители администрации и думы города Артема. Я хочу от всех нас поблагодарить вас, Ирина Ивановна, за то, что вы вырастили такого сына, настоящего мужчину и защитника. Именно поэтому он принял самостоятельное добровольное решение принять участие в специальной военной операции. Мы гордимся им и гордимся всеми нашими ребятами, которые сегодня исполняют свой долг и защищают интересы нашей страны в Украине. Простите меня, если буду плакать. Когда он пришел домой и сказал, мам, я ухожу туда, где сейчас стреляют и взрывы, я упала. Я не могу, зачем, сынок, ты туда пойдешь? А он говорит, мам, ты каким словам меня всегда учила, если не мы, то кто же? Мой сын прошел всего 31 год, то я думаю, не напрасно. Любите, ребята, свою Родину, будьте патриотами. Спасибо вам большое за память. Память верный наш хранитель дает подсказки. И тогда нам что-то в сердце вдруг напомнит. Вы с нами здесь и навсегда. Вымахли-то как. Помогал их высаживать, и они мне теперь как равные. Мы здесь оказались не случайно. 80 лет назад, в 1941 году, здесь, в Екатеринбурге, смогут спасти произведения искусства, которые привезут из рентажа от немецко-фашистских захватчиков. Ребят, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, что это был подвиг? Вот представляете, вот от перехода в искусство, а что такое подвиг по-вашему? Что такое подвиг по-вашему? Ну, давайте. Нам во всем по порядку. Нужно вернуться в прошлое, навестить кое-кого. 27 января. Вся страна вспоминает подвиг осажденного Ленинграда. Блокада, которая продолжалась ровно 872 дня. Каждый из этих дней нес с собой голод, холод, разрушение и смерть. Но хоть враг и думал, что подписал городу смертный приговор, город выстоял в сенатиске врагов. Сколько жизней унесла блокада Ленинграда, неизвестно до сих пор. За мужество и героизм, проявленный жителями, в страшные дни блокады, Ленинграду было присвоено звание города-героя. Подвиг участников тех далеких событий был в том, что на первое место выше всего остального, выше своей собственной жизни, они поставили служение своему делу, сохранение для будущих поколений великих произведений искусства. В этот день, 27 января, для школьников седьмых и восьмых классов во Дворце культуры угольщиков показали фильм, основанный на реальных событиях – «Защитники искусства». Этот фильм посвящен малоизвестному факту Великой Отечественной войны – уникальной секретной операции по эвакуации в первые дни войны коллекции государственного Эрмитажа. Мы понимаем, что готовка к эвакуации Эрмитажа началась очень задолго, до того, как первые ящики были уже упакованы в самом музее. Это было очень тяжелое время для жителей Ленинграда, город был закрыт очень многое время, не было ни еды, ничего, они просто выживали. Последней надеждой их было – это дождаться конца войны и идти дальше, несмотря ни на что. Потому что, я думаю, в наше время нужно знать нашу историю, знать, как старались наши предки, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. Для поднятия патриотического духа, мне кажется, мы должны знать свою историю. Также в зале Дворца находились свидетели этой ужасной блокады, которые являются живой историей и памятью для всех нас и грядущего поколения. Ведь все знают, какой ужас пришлось пережить в эти страшные годы. Это были сцены из жизни в тыловом Свердловске «Голоса Победы» знаменитого диктора Юрия Милитана. И эпизоды Нюркенского процесса над нацистами в 1946 году. Вероника Климова, Денис Надельный, Светлана Нурегордский, Новости, Телеканал Лента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова